МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отметил выпускной, очнулся в больнице. В Калининграде школьники массово отравились в ресторане. В Калининграде появились велобегемоты. Необычные животные обитают прямо возле зоопарка. Увидеть подводный мир и совершить путешествия по морям и океанам приглашает американский фотограф Брайан Скерри. Что посеешь, то и пожнешь. Калининградцы прямо на садовом участке выращивали марихуану. Очень самостоятельный енот. Почему животное катается в калининградских трамваях? О том, что интересного произошло в городе 25 июня, а также чем занимались калининградцы в четверг, расскажем в ближайшие минуты. Здравствуйте, в эфире Первого городского, служба новостей, город в студии, Вероника Сухачева и главной теме. С выпускного бала на больничную койку праздничное угощение обернулось для школьников острым отравлением. Вместе с учителями и родителями они уже несколько дней находятся в инфекционной больнице. Пациенты с одинаковыми симптомами приезжают в отделение ежедневно, уверяют врачи. Роспотребнадзор выясняет, что стало причиной массового недомогания, а медики уже пятый день наблюдают за состоянием 14 пациентов. Что произошло в тот злосчастный день, выясняла моя коллега Антонина Сладвинская. Кафе у озера Шенфлис. Здесь нередко отмечают выпускные вечера. Сюда приезжают поужинать калининградцы, но сейчас дверь на замке. Кафе возобновит свою работу после проверки Роспотребнадзора. Необходимо выяснить, в чем причина. Или кафе не соблюдало правила хранения продуктов, или пища была куплена у недобросовестного поставщика. В субботний вечер здесь отдыхали выпускники, учителя и родители из Калининградской третьей школы. Всего 52 человека. А уже в воскресенье в инфекционный стационар начали поступать первые пациенты. Понос, рвота, температура 39-40 градусов. Во вторник и среду отделение приняло новую партию заболевших. Тех, кто вначале решил отсидеться дома, занимаясь самолечением. И тревогу они забили. Только когда довели себя до истощения и обезвоживания. А ведь от сальмонеллеза можно и умереть, говорят инфекционисты. В этот раз, по счастью, никого в реанимацию отправлять не пришлось. Все в состоянии средней тяжести. Расшифровался сальмонеллез тифимуриум. Такое заболевание есть. Скорее всего, связано с продуктами питания. Пострадавшие наотрез отказываются общаться с журналистами и практически не покидают своих палат. Их не отпускают домой на выходные и не дают никакой сложной еды, кроме приготовленной на пару или протертой до состояния пюре. Они ели там и люля-кебаб, и сыр, салаты различные, нарезки и так далее. Источник инфекции там именно откуда это выясняет Роспотребнадзор. Кафе будет закрыто пока не устранят все нарушения санитарного законодательства, которые выявлены в ходе проверки. Пока не будет определено все-таки, что является причиной для данного заболевания. И эксперты, и медики подчеркивают, летом следует быть очень внимательными к Скоропорту. Опаснее всего то, что не всегда по внешнему виду можно определить. Истекли срок годности у еды. Сыр может быть белым и плотным, а мясо – красным и ароматным. И вкус не обязательно должен настораживать, говорят специалисты. Единственный вариант защиты – требовать в кафе и ресторанах сертификаты на продукты и уточнять режим хранения. А в магазине – внимательно смотреть на дату изготовления и срок годности. Особенно если товар акционный и цена на него снижена. Антонина Слатвинская, Михаил Эльбаум, Служба новостей «Город». И к другим темам. К губернаторской гонке присоединился еще участник. На этот раз своего кандидата на пост главы региона выдвинула партия «Справедливая Россия». Об этом сегодня сообщили на сайте избирательной комиссии Калининградской области. Представитель «Справедливого Росов» стал четвертым участником предстоящих выборов. В качестве кандидатов губернаторы регионального отделения партии «Справедливая Россия» выдвинули депутата областной думы Павла Федорова, который является также председателем Совета партии. Своих кандидатов на пост главы региона уже выдвинули «Единая Россия», КПРФ и российская партия пенсионеров за справедливость. На сегодняшний день на губернаторское кресло претендуют действующий глава региона Николай Цуканов, бывший депутат областной думы Игорь Ревин и глава партии пенсионеров Владимир Вукулов. Откуда возле зоопарка взялся железный бегемот и что он там делает? Все ответы в новостях короткой строкой. Инженерные сети к будущему стадиону на острове обойдутся бюджету регионов в 200 миллионов рублей. Такой контракт власти выставили на сайте госзакупок. Только водоотведение будет стоить 100 миллионов рублей. Кроме того, необходимо обеспечить стадион теплом, электричеством и связью. Глава города Александр Герошук заявил, что в Калининграде почти половина тротуаров пришли в негодность. Сейчас на ремонт всех дорожек необходимо потратить 2 миллиарда рублей. Мэр поставил задачу исправить текущее положение дел за три года. Новые тротуары планируют делать исключительно из плитки. В Балтик Экспо презентовали проект гостиницы и Международного выставочного центра. Новый комплекс должен вырасти на месте существующего. На площадке в 3 гектара появится многоуровневая парковка, административное здание и шестиэтажная гостиница с мансардой. Стало известно расписание праздников на следующий год. Итак, в новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней. 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на майские праздники и на 8 марта. В День защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля. А праздновать Международный женский день россияне будут целых три дня – с 5 по 8 марта. На майские же праздники россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая. А в День Победы с 7 по 9 мая. У Калининградского зоопарка появились новые велопарковки. Забавные конструкции в виде бегемотов расположились у главного входа на улице Чайковского. По словам представителей зоопарка, бегемот изображен на велопарке не случайно. Он – символ зоосада. Одна такая конструкция обошлась в 80 тысяч рублей. Как выглядит морская собачка и кто такие суринамские помпоны? У калининградцев появилась возможность познакомиться с экзотическими представителями фауны. В Музее Мирового океана открылась выставка всемирно известного фото-журналиста Брайана Скерри. Тропические рифы и полярные льды, 50 снимков экспозиции охватывают весь земной шар. Ведь Брайан Скерри путешествует 8 месяцев в году. А время, проведенное под водой, насчитывает 10 тысяч часов. В своих фоторепортажах автор не только показывает красоту глубин, но и объясняет людям, что Мировой океан с его обитателями нуждаются в человеческой защите. Мы живем на суше, и у нас просто нет возможности видеть все это богатство. Поэтому показать подводный мир – естественное желание. В США многие заинтересованы в сохранении Мирового океана. И поэтому мы захотели познакомить с выставкой и калининградцев. Помощь в организации выставки оказало Генеральное консульство США. Кстати, представитель организации – дайвер со стажем. По его мнению, картины заставят восхититься и отважностью фотографа. Как говорит сам Скерри, зачастую он вынужден запасаться двойным комплектом спасательного оборудования и жгутами на случай нападения акулы. В Калининграде выставка пробудет до 25 сентября. Стоимость билета – 100 рублей. Сразу после рекламы вы увидите. Что посеешь, то и пожнешь. Калининградцы прямо на садовом участке выращивали марихуану. Очень самостоятельный енот. Почему животное катается в калининградских трамваях? Родился внук, сдал АЕГЭ, собрал музыкальную группу. Чем еще калининградцам запомнился этот день? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Полиция задержала песочного реки Тира. Калининградец силой заставлял бизнесменов совершать незаконные сделки по поставке песка и щебня для строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу. Тех, кто отказывался покупать стройматериалы по завышенным ценам, подозреваемый избивал. Но вернуть в порядке 90-х он не смог. Бандит заключен под стражу, расследование продолжается. Что еще криминального произошло за минувшие сутки, расскажем далее. Краснознаменский суд вынес приговор жителю области, который в прошлом году попался на контрабанде марихуаны. Кто-то путешествует за границу за колбасой и молоком, а вот житель города Советска решил съездить в Литву за травкой. Подозреваемый, узнав о том, что в Литве находится поле с коноплей, решил пересечь государственную границу и собрать урожай. С этой целью он, накинув одеяло на колючую проволоку, перелез через ограждение в Литовскую республику, где сорвал наркосодержащие растения, сложил их в рюкзак, после чего таким же способом оказался на территории Российской Федерации. Но до дома нарушитель так и не добрался. Пограничники вместе с сотрудниками госнаркоконтроля задержали туриста. Суд предъявил мужчине обвинение в незаконном пересечении границы, контрабанде и незаконном хранении наркотиков. В итоге мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил. 6 килограммов конопли за неделю. Калининградские наркополицейские провели спецоперацию под кодовым названием МАК. Так оперативники задержали мужчину, который выращивал марихуану на своем садовом участке. Огородника заключили в наручники прямо во время сборки урожая. Также полиция смогла найти еще одного фермера. Жительница области вырастила 2 килограмма марихуаны. По словам всех задержанных, наркосодержащие растения они посадили в своем огороде для личного употребления. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. За хранение марихуаны в крупном размере подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. Вчера вечером на улице Согласия пострадал пешеход. Черная Хонда на полном ходу сбила пенсионера, который переходил дорогу. Мужчина получил многочисленные ушибы. Вовремя прибывшая скорая помощь госпитализировала его. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Екатерина Степанова, Павел Пкачев, служба новостей город. И к другим темам. Оперный певец с женским именем. Пожилая дама-детектив плюс молодой авантюрист. Калининградцам показали спектакль, от которого московская публика буквально висит на люстре. Аккомпаниатор – это история о любви, прощении и о нашей жизни. Пьесу Александра Галина на сцене Дома искусств разыграли Сергей Никоненко, Лариса Лужина и Раиса Рязанова. За несколько минут до представления в гримерке моя коллега Ольга Захарова пообщалась с известными артистами и узнала, нравится ли им Калининград и за что они любят рекламу. Москва, Петербург и даже Прага, сегодня Калининград. Вот уже 17 лет спектакль и компаниатор собирает полные залы. Наш город не стал исключением. Зал встретил артистов полным аншлагом. Я говорю, Гриша, тебе зачем? Товарищ попросил тараканов подонять. Это что получается, мол, заместо тараканов, что ли? Раиса Рязанова, Лариса Лужина, Сергей Никоненко – однокурсники в жизни, обманутые пенсионеры на сцене. Но речь не о любовных страстях пенсионеров вводит за нос молодой музыкант. Открыть глаза товарищам по несчастью берется энергичная старушка Сверчкова, героиня Раисы Рязановой. С ней, кстати, и за кулисами не забалуешь. Водает пока сил, что важно, потому что дома тоже хорошо, дома дача, огурцы, помидоры, надо поливать каждый день. Вот я уехал два дня, уже не поливаю. Думаю, как я приеду, загнутся они, они тихо, загнутся они, или они еще выживут без меня, там соскучатся. Огурцы, помидоры на даче – спектакли репетиции в Москве. Работает Раиса Ивановна действительно на износ. Даже друзья шутят. «Отдохни». Однажды меня встречает один актер, говорит, слушаю, у тебя нет телевизионного мастера хорошего? Я говорю, нет, а что случилось? Да, говорит, телевизор, ну я что-то как-то прям, говорит, куда не включу, везде ты. Куда б не дали ее, она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Муза Высоцкого Лариса Лужина в числе первых советских артистов посетила Европу и даже танцевала твист в Париже. Путешествуют артисты много, но города видят только из окна авто. Да и море у вас холодное, говорит Сергей Никоненко. Лучше в Крым. Но если серьезно, Сергею Петровичу сейчас тоже не до отдыха. Он снимается в новом фильме, где играет тренера паралимпийского чемпиона. Актер даже раскрыл название новой картины «Со дна вершины». Снял свой фильм по Шукшину «Охота жить». Это уже третья его режиссерская работа. Ну а на вопрос кино, театр или режиссура отвечает просто. Мне вообще нравится работать. Даже директором Есенинского культурного центра, где я себя сам назначил директором, где развернута экспозиция, посвященная жизни и творчеству Есенина. Вместе артисты выступают уже много лет, работают, огородничают и растят внуков. И каждый раз на сцене вместе со зрителями ищут ответы на вопросы. Кто мы, какие мы и как нам жить дальше? Ольга Захарова, Михаил Эльбаум, служба новостей, город. Проезд с енотом в троллейбусе бесплатный. Почему, расскажут пользователи социальных сетей. Необычного пассажира сфотографировала калининградка в троллейбусе. В комментариях пишут, что хозяйка енота не только выгулить его не успела, так еще и, судя по фото, покормить забыла. Вот такая антимотивационная надпись появилась на одном из заборов Калининграда. Авторы этого граффити наверняка не работают, а только придумывают новые лозунги. Пишут в комментариях. Запах жженой резины, адреналины, крутые тачки. В Калининграде прошли соревнования по драг-рейсингу. Один из участников соревнований даже успел снять видеорепортаж. Турецкий креатив не знает границ. Вот такой странный сюрприз ожидал калининградцев, отдыхающих в Турции. В комментариях отмечают. Зато горничная порадовала ребят. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте. Группа Первый городской канал. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. И делитесь фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Чем еще запомнился этот день калининградцам, они расскажут сами в нашем традиционном опросе. Я внук родился. Скоро наступит лет и мы поедем купаться. Ну, хороший был у нас семинар по карате, сюдакан. Приезжал японский сенсей. Вот это хорошая новость была. Я недавно приехал в Калининград и мне очень здесь нравится. Я сегодня, значит, узнала, что я сдала ЕГЭ по биологии на 91 балл, а ЕГЭ по обществознанию на 92. Я подала апелляционную жалобу. Я собрал лучшую музыкальную группу в городе. И сейчас мы будем кушать в самом лучшем кафе города. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Также напоминаю, что все новости дублируются в нашей официальной группе ВКонтакте. И это все, о чем успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok